МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарскую землю поистине можно назвать уникальной. Столько здесь народов и верований, национальных культур за тысячелетия оставивших свой след в человеческих судьбах. Безусловно, главная ценность самарской земли – это живущие на ней люди. Всем своим духовным и материальным богатством Самара обязана им. УАЭ Бонхорс. Самарская общественная организация Осетинский национальный культурный центр Алания пригласила нас в гости. И сегодня в программе «Самара многонациональная» расскажем об осетинах, об этом удивительном народе, который проживает в нашем регионе. Через века осетины бережно пронесли свое яркое, самобытное национальное искусство. Очень самобытная культура, очень непохожая на остальные. Но тем ценнее это многоцветие национальных культур, и тем ценнее то, что эти замечательные люди, эти активисты, эти молодые ребята, постигающие родную культуру, находятся во взаимодействии с другими коллективами, коллективами других национальных центров, другими народами, которые проживают в нашем городе. В Самарской области проживает более 170 осетинских семей, в общей сложности насчитывается около 1000 осетин. Самара давно стала любимым городом осетин. Каждый год осетинский центр проводит целый ряд мероприятий, которые находят организационную, финансовую поддержку со стороны администрации городского округа. В этом году осетинскому национально-культурному центру Алании исполняется 19 лет. Он был создан в 2001 году для того, чтобы сплотить осетин, живущих, на территории Самарской области и помочь им не забывать национальные традиции, обычаи и культуру своего народа. Даже вдали от родины дети должны знать осетинский язык и свою историю. Наша молодежь, наши дети знали свой язык, знали свою историю и продолжали дело наших дедов, прадедов, чтобы, где бы они ни жили, чтобы все это знали и продолжали вот это все делать. Сегодня перед каждым осетином задача историческая – сохранить то бесценное достояние, что нам передали наши предки. Это наш язык, естественно, наша культура, обычаи, традиции, честь и достоинство для наших потомков. Основные работы центра направлены на воспитание патриотизма, уважение, возрождение и сохранение национальных традиций. Этим хотят показать, что осетин – богатая история и культура. Обращаясь к корням, осетины, проживающие в Самарской области, еще более глубоко постигают родную культуру. В контексте культур тех народов, которые проживают на территории нашего многонационального города. И именно в этой палитре красок национальных культур особое место занимает культура осетин. В составе национально-культурного центра Алания работает молодежный сектор – воскресная школа осетинского языка и литературы для детей. Год основания школы – 2002-й. Здесь преподает педагог, профессионал своего дела – Тамара Маргиева, к которой приходят на занятия все желающие – и дети, и студенты. На протяжении 15 лет она преподает язык, и дети учат осетинский язык, учат стихотворения. Вот когда у нас бывают праздники, День осетинского языка и литературы, то все это подготавливается здесь, именно в осетинской школе. Воскресная школа играет большую роль в жизни небольшой осетинской общины Самары. Здесь дети не только узнают родной язык и общаются, но и учатся жить, определяются в своем отношении к национальной традиции, решают, что будет значить для них родной язык. Наш язык – это очень древний язык, один из древнейших языков, и он очень уникален. Нашим языком всегда интересовались историки, всегда лингвисты изучали, и очень интересный, сложный язык. Единственный преемник скифа, скифа сармато-аланского языка. Он сохранил свою первозданность, поэтому он очень уникален. Многие ребята уверенно говорят на родном языке, и даже самые маленькие знают стихи «Косты Хитагурова». В школе есть не только преемственность поколений, но и тесная связь между теми, кто уже вырос, и теми, кто только начал делать первые шаги в изучении осетинского языка. Ребенка обязательно ввожу сюда, в этот центр, для того, чтобы она училась осетинским танцам и осетинскому языку. Для того, чтобы она знала, кто она, откуда, корни свои знала, поэтому обязательно нужно знать язык. К сожалению, я не очень хорошо знаю свой язык, и мне очень хочется, чтобы мой ребенок знал хорошо наш язык. Танцевальный ансамбль «Амонт» – настоящая гордость осетинского национального культурного центра «Алания». «Амонт» в переводе с осетинского означает «счастье». Мастера танцев это название оправдывают в полной мере. Своими зажигательными выступлениями они подарили очень много счастливых минут, потому как танец для участников коллектива – это… «Танцы для меня – это драйв, кайф. Мне нравятся очень сильно танцы». С момента создания в 2004 году «Амондом» руководит Владимир Арсоев – человек с интереснейшей судьбой. С детских лет Владимир внимательно смотрел, как танцуют настоящие джигиты, постепенно осваивал технику традиционного танца на носках – танца с кинжалами. Этим юношам и девушкам приходится очень много работать, чтобы научиться красиво, и самое главное – профессионально танцевать. Учитель признается, что ему с учениками повезло. Несмотря на свою занятость, ребята не пропускают репетиции. «Я на самом деле очень горжусь этим. Я также в школе многих своих одноклассников, которые, естественно, большая часть русские, я им показываю движения, они очень заряжаются этим. Я также часто просил меня выступать на школьных мероприятиях. Поэтому, наверное, кавказские танцы, не осетинские только, они дают энергию больше всего». «Когда ребенок заинтересован, тем более взрослый, то легче работать. Когда руководитель видит, что они заинтересованы, состав, то хочешь отдать большего, большего, большего». За 16 лет существования ОМОН обрыл популярность и признание не только в Самаре, но и далеко за ее пределами. Настоящего искусства границ, как известно, не бывает. «Все те похвали, все те награждения благодаря нашей упорной работе. Это вот буквально на третий год, хотя присваивается звание через пять лет. Но на четвертый год мы показали себя, программу нашу, и в 2007 году нам присвоили звание «Народный коллектив художественной самодеятельности Самарской области». Это довольно большое звание. Достиг, достичь этого звания это многого стоит». Поют осетины, гордые потомки древних Аллан, и в каждой песне история народа. Все то, что бережно перенесла через века народная память, мужество и скромность, немногословие и щедрость души, верность и честь, и уважение к старшим – все это нашло выражение в песнях. Осетинский народ, он очень уникальный, он славится своим уважением к своему происхождению. Ведь если ты не будешь помнить свои корни, ты не будешь знать, кто ты есть. И в нашем ансамбле это тоже отражается, и мы за это очень благодарны. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что коллектив под руководством Владимира Арсоева оказался успешным. Став художественным руководителем вокально-хореографического ансамбля «Амонт», он научил осетинскую молодежь танцевать профессионально, сделав свой коллектив гордостью Самарской губернии. Администрация городского округа выделяются денежные средства на пошив костюмов. Пошив аутентичных костюмов, которые наиболее точно воспроизводят исторический осетинский костюм. Именно в этих сценических костюмах ребята и выходят на сцену, потому что именно так они могут более глубоко постичь суть родной культуры. Кухня у осетинского народа славится своими знаменитыми пирогами. Осетинский пирог – блюдо с неповторимым вкусом, история которого насчитывает сотни лет. Оно было придумано еще в те времена, когда люди поклонялись солнцу, а потому так на него похоже, такое же яркое и нежное. Я хочу сказать про наши осетинские пироги. Они символизируют три стихи. Первый пирог означает солнце, второй пирог означает воду, третий пирог означает землю. Дай Бог всем осетинам и всем людям на земле здравия, мира и добра, но когда человек уходит на тот свет, то убирает верхний пирог, как будто солнце заходит за ним и остаются два пирога. Но тем не менее всегда на каждом столе бывает первое три пирога, а потом два пирога. Также в Осетии есть очень много красивых мест, очень много святых мест. И когда хочется попросить либо о рождении ребенка, либо о том, чтобы был обильный урожай, либо о здравии своих родных и близких, делают еще треугольные пироги. И их пекут женщины, пекут с большой молитвой. Во время того, как готовят тесто, они молятся, они вкладывают в это свою силу, я бы даже сказала, силу рода. И мужчины уезжают на святые места, женщинам туда нельзя, и просят услышать их молитвы и принятия. И на самом деле у кого-то рождаются дети. На самом деле вместо засухи приходит та погода, которая необходима. Рецепты передавались из поколения в поколение, как неотъемлемая часть традиции, а к хорошей хозяйке. В Осетии и поныне предъявляются требования умений печь пироги. Наши пироги настолько всем нравятся, для нас правда они несут сакральный смысл, что мужчина, когда попробовал настоящие осетинские пироги, сказал, что он на них женится, и только на них, ибо это божественный вкус. На настоящие пироги правда они очень вкусные, и несут для осетин очень сакральный смысл. Ни один праздник не обходится без осетинских пирогов. Всем, кому это интересно, приезжайте в Осетию. Приезжайте, остановитесь в горах и просыпайтесь рано утром вместе с природой, и вы почувствуете эту силу и мощь наших гор, эту красоту и величие, и вы это запомните на всю жизнь. Белла Кайбаева занимается в ансамбле «Амонд» более 15 лет. Папа привел ее в центр, когда она еще была маленькой девочкой. Сейчас ведущая солистка ансамбля. Я наоборот хочу, чтобы подрастающие поколения, они все знали. Мы же вечно, я им так и говорю, что мы вечно здесь не будем. Время быстро бежит, и завтра все это придется вам делать. Так что мы их подготавливаем, именно с этой точки зрения мы всегда уделяем очень большое внимание. Я думаю, что они нас не подведут, будет достойной замены. У нас молодежь очень хорошо воспитанная, можно сказать. Нет среди молодежи ни одного человека, который бы не учился, который бы остался без образования. Наш город исторически многонациональный. В нем найдется место тому, кто готов жить в мире с собой и окружающими. Мы должны очень внимательно относиться к тому, чтобы люди, которые здесь трудятся поколениями, чувствовали себя хозяевами города, а приезжий должен иметь возможность узнать о традициях. История Самарской земли должен стать полноценным членом социума, разделять ответственность за наше общее, настоящее и будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова